Сейчас это массовый характер принимает строительство домов на продажу, которые реально лечатся только бульдозером. Это дом, который сегодня я буду принимать с профессиональным приемщиком. Дом, который я строю для самого себя, поэтому я хочу, чтобы все было идеально. Знакомьтесь, это Александр. Саша, привет. Саша профессиональный приемщик домов, квартир и сооружений. Все соответствующие дипломы имеются. И сегодня он здесь со специальным инструментом, начиная от уровня и заканчивая какой-то там фигней, которая меряет бетон. Может проверить, где заложены какие металлические пруты. И вот именно он сегодня будет ходить по этому дому и осуществлять приемку. Саша, еще раз привет. Спасибо, что приехал. А иначе мы знаем кучу случаев, когда все заканчивалось печально после того, как клиенты потратили многие миллионы. Да. Сколько у тебя такие? И поможет только бульдозер. Ну, это без шуток, серьезно. Да, ну, конечно. То есть много таких случаев, когда дом не приняли должным образом и потом проблемы. Ну, сейчас это массовый характер принимает строительство домов на продажу, которые реально лечатся только бульдозером. Фронтон дома. Произошло разрушение фронтона, смесение кладки. Причина. Вот этот брус упирается в тот фронтон вплотную без зазора. Раскачивает его. Потому что в самой кровле нету ветровых связей. То есть стропильная система у нас подвижная, шарнирная. Друзья, прежде чем построить дом, я сделал проект, эскизный проект, инженерный проект. Затем пригласил профессиональных строителей, о которых я расскажу в конце. И мы, кстати, сейчас узнаем, классно они построили или нет, есть ли какие-то замечания. Пока мы готовимся к приемке дома, Саша зашел, общие осмотры делает. Я вам хочу показать участок, где находится дом. Смотрите, значит, вот до этого дома участок. Вот эта куча земли вырыта прямо из-под дома. Я потом в следующем видео расскажу вам, что мы с этой кучей будем делать. Я ее специально не увез. И вон туда вот эти вот деревья тоже все относятся к участку. То есть расположение дома очень важно. Локация и то, что его окружает. А окружает его лес. Эгей, лес! Вот, и дом как будто бы разрезает участок пополам. То есть там есть часть участка, и здесь есть часть участка. Я это сделал специально, чтобы там потом в последующем поставить гараж с другими постройками. Затем дом. И вот эта вот вся часть будет уже таким парадным участком, на котором всякую зелень и прочее мы посадим и наведем красоту. Но чтобы это случилось, нужно достроить дом. Это еще не близкий путь. И сейчас для меня очень важно, чтобы дом был качественный. Все сделано. Комар носа не поточишь. Если хотите знать, как правильно принимать дом, оставайтесь вместе с нами. Вы узнаете лайфхаки от Александра Гирина, который профессиональный приемщик. Он укажет на те моменты, на которые необходимо обращать внимание. Подписывайтесь и оставайтесь с нами до конца. Погнали смотреть. Как оно бывает? Ну, на самом деле бывает все очень печально. Подрядчик к материалам заказчика, как говорится, относится небрежно. Приемку дома начинаем с осмотра строительной площадки, осмотра прилегающей территории. По итогу внешнего осмотра у нас с площадкой все нормально. То есть нет каких-то завалов материалов. То есть все хорошо, нормально хранится. Итак, осмотр мы провели, дорогие друзья. Если вам интересно знать, как проверяются дома, продолжайте смотреть. И дальше вы узнаете, как мы проводили приемку остальных элементов этого дома. Очередной этап проверки качества строительно-монтажных работ – это фундамент. У нас в данном доме фундаментная плита, утепленная плита, шведская. У ШП называется, да. Утепленная шведская плита. Утепленная шведская плита, да. Чтобы проверить плиту, нужно проверить правильность сборки арматурного каркаса, да, в соответствии проекту, в соответствии всех диаметров, перехлестов. Обратите внимание, прямо сразу в плите проводятся все коммуникации к батареям отопления, возможно, вентиляция, это подключение холодной горячей воды, это канализация. Это все делается в плите, и потом вы уже этого не сможете провести. Это все под землей заранее делается, и нужно учесть вот прям те точки, чтобы правильно везде все вывели. Итак, сейчас мы можем проверить прочность твоей бетонной плиты ровностью и качество покрытия, которое будет использовано у тебя в качестве финишного покрытия. Как мы будем это делать? Проверяем неразрушающим контролем, прибором Onyx. Сейчас посмотрим, какая прочность. Делаем серию ударов, они фиксируются в приборах. Ребята, я когда первый раз увидел вот эту штуковину и услышал, как она стучит, я подумал, что это гвозди в бетон забивают. Если бы на тот момент это была моя плита, я бы набросился, честное слово, со словами, убью, гад, ты что делаешь? А нет, вот там такой шарик специальный, который стукает об бетон, и сейчас нам этот прибор покажет прочность. Итак, у нас получается прочность бетона 31,8 мегапаскаль, класс бетона B22,5, что очень хороший показатель. Ну, то есть плита у нас очень прочная, и поверхность очень хорошая прочность. Фу, я выдохнул. То есть это хорошо? Это очень хорошо, да. А как бывает? Что у нас бывает? Бывает так, что бетон часто очень загородные дома, коттеджи приезжают очень низкого качества. То есть или его разбодяживают, или еще что-то, не знаю. Это экономия. Да, не знаю, что это экономия, или миксеристы, как говорится, да, там что-то добавляют, или завод часто, да, тоже может накосячить. Но прочность чаще бывает ниже. То есть люди покупают B25, а привозят на выходе, получается, после приемки, после этого B10, B15, то есть в полтора, в два раза ниже. Прочность бетона низкая, соответственно, это недолговечность. Если низкая прочность бетона, да, с арматурой она уже не работает. То есть хоть ты там 20-ю арматуру заармируй, да, плиту, если бетон слабый, он не работает. То есть он будет ломаться, крошиться и все такое. То есть это приведет прямо даже к разрушению. Ну да, то есть появятся трещины и прочие, которые нужно будет постоянно лечить там, да, лечить там, или заделывать. Ну то есть это сплошной геморрой будет. Жесть. Так, здесь мы видим, что выполнена отмостка, выполнена мембрана плантра, да, для того, чтобы потом у тебя вся влага отходила от дома, от фундамента, то есть фундамент защищен, фундаментная плита у нас здесь, в этом доме. А вот это вот не страшно, что вот эти вот углы вот здесь? Углы надо будет проклеивать, то есть все стыки должны быть проклеены специальной лентой. То есть, да, то есть это герметичность должна... Да, это замечание, да, примыкание должно быть прижато планкой. То есть сверху у тебя здесь при отделке должен быть нахлёст вот эти поперечные швы, все должны быть проклеены. для меня было очень важно оставить бетонное покрытие в качестве финишного то есть не будет паркета ламината коврового плитки ничего этого я не хочу я все уши прожужжал всем раз 200 говорил о том что бетонный пол у меня будет финишным я по нему будут босиком ходить поэтому мне надо сделать его классным ровным и вот сейчас мы начинаем это проверять и что-то даже я уже вижу что что-то пошло не так да ну то есть мы видим результаты механических воздействий да то есть каким-то рубящим пример прибора предметом то есть отдалбливали тут или пилили вот здесь поверхность затертый немножко уже покоться на то есть это получается только шлифовка полировка еще дополнительных дополнительного слой этого сказать что я в шоке это ничего не сказать ну вот тоже такие же следы от какого-то рубящего инструмента то есть наверно что-то отдалбливали лед наверно скорее всего это в общем недоработка подрядчик то что полы были не защищены тем более они были оповещены до что это будет тебя финишное покрытие сейчас все это дело только шлифовкой и полировка и поверхности то есть шлифовывается до того места где это царапина глубины царапины все это возможно это возможно шлифовка да но это дополнительные затраты очень не слабые друзья мне кажется это первый серьезный косяк косячище я даже не знаю как это называть которые вот мы сейчас обнаружили что-то я даже расстроился по этому поводу в общем это какая-то фигня не знаю как дальше с этим что будет происходить и делаться вот ну а мы пойдем дальше принимать дом напишите в комментариях свои истории что у вас домами происходило происходит вот ну и погнали дальше смотреть может еще чего найдем а вы для себя что-то полезное узнаете значит при проверке стен мы проверяем плоскость ровность отклонения от вертикали перевязку швы имея на руках проекта мы проверяем правильность расположения стен относительно сей устройств зерных проемов их ширину и высоту что все это соответствовало проекту который был разработан ранее при осмотре этого дома при замерах да мы выявили небольшие отклонения вот допустим на этой стене да до 12 миллиметров у нас идет отклонение на всю высоту допуск у нас 10 миллиметров идет санузле тоже перегородку мы обнаружили в тоже отклонение 12 миллиметров то есть есть небольшие отклонения к чему это приведет это придет дополнительному расходу штукатурных работ если нужно будет выравнивать до вертикали то есть все отклонения да сейчас у нас поделочным работам они опираются на требования заказчика но рекомендуется какие-то параметры цифровые которые мы вот сейчас и проверяем все вот эти недочеты да скажем так они может сказать что не существенно но они приводят потом к существенным затратам до дополнительные работы штукатурные дополнительные слои проще что все это нам выровнять все эти небольшие дефекты вроде кажется небольшие да на на первый взгляд но тем не менее это все дополнительные затраты на штукатурные работы так как у нас нету допустим возможности контролировать каждый ряд кладки мы еще проверяем армирование кладки вот сканером она обязательно должно быть сделано да то есть армирование должно быть согласно проекту то есть у четыре ряда в зонах под окнами то есть под оконных зонах то есть мы проверяем армирование сканером и проверяем если она заложена ли арматура то есть это штробица и арматура закладка что во время кладки штробица и арматура закладывать мы проверяем сканером то есть вот сейчас когда это уже выложено все то есть можно взять специальный инструмент и им проверить армирование есть или нету да понятно если армирования нет то к чему это может привести это может привести к дополнительному образованию трещин то есть при осадке дома до при восприятии нагрузки которые все увеличивается да со стройкой там крыши нагрузили все то есть появляются нагрузки то есть арматур назад для того чтобы воспринять все усилия и в общем когда вы сделаете красивую декоративную штукатурку на стены то есть там может появиться трещина значит следующим этапом проверки стен мы должны проверить качество заполнения швов то есть нет ли у нас нигде пропусков летом мы это можем сделать только с помощью линейки и визуальным осмотром то есть еще где-то просветы вот зимой конечно это мы можем все проверить тепловизор очень хорошо видно всю укладку да если она допустим пустошовка или что то где-то пропущены швы то это мы все теплозировали сейчас мы его смотрим линейкой ты вот допустим вот этот мы видим просвет блок да то есть в нем вообще клея нету то есть соответственно даже если мы сделаем утепление с этой стороны то это будет как говорится щель то есть это является существенным нарушением я так понимаю то есть это полностью отсутствует клеевое заполнение то есть и соответственно будет как заранее ну конечно стране мы то есть нужно засверлиться и запените запустить туда клеить заполнить шов если этого не сделать то что произойдет будет промерзание просто на этом косяке будет кружок потом то есть будет промерзаем . ниже точки росы будет даже несмотря на то что здесь утеплитель не спасет то есть утеплителя он должен работать вместе с газобетоном то все рассчитывается теплотехника на цельный газобетон плюс утеплитель дальше мы осматриваем кровлю до самой как говорится главный элемент который будет защищать тебя от всех атмосферных осадков от всех несгод от шишек и от шишек тоже да то есть здесь мы смотрим качество устройства пароизоляционного слоя до которые слой и очень важно который защищает твой утеплитель от проникновения влаги из дома то есть смотрим как она проклеена да то есть вот видим что все швы проклеены пароизоляция к стенам приклеена это очень хорошо и тоже самый главный косяк во всех строящихся домах то есть пароизоляция просто накидали не приклеили потому что вот эту ленту про нее просто забываете то есть вот это вот лента которыми с красными буквами это вот именно та необходимая лента с помощью которой мы приклеиваем вот этот вот пара проклеиваем швы между собой пароизоляционно пароизоляции да то есть у нас полностью исключается проникновение пара в утеплите а если ее не приклеить если не приклеить то от этой пароизоляции толку 50 процентов только то есть все равно на влага найдет щель где проникнуть через стыке потому что они не проклеиваются то есть эту ленту просто люди не покупают про нее даже не знаю хотя везде в инструкциях написано да вот если открыть инструкцию написано, стыки должны быть проклеены, пароизоляция к стенам должна быть приклеена. Принимаем тома застройщика, проверяем потолки. И вот обнаружили, что в гостиной это не пароизоляция, обычная мембрана, которая продувается. Ну вот вам лайфхак, друзья. Берите на заметку, проверяйте свои дома или те, которые покупаете. Расковыривайте, смотрите, чтобы была не только пароизоляция, но и лента, которая все щели закрывает. Дальше мы смотрим на плотность прилегания утеплителя к деревянным элементам каркаса крыши. Кровли, да, то есть вот все, все здесь, щелей нету, все хорошо. Опять же, сейчас это мы летом только визуальным осмотром можем сделать, да, то есть все щели, плотность прилегания. Зимой это мы все можем посмотреть телепловизором, как говорится, слепую все щели, все щелочки, все у нас показывает тепловизор. Сейчас мы только визуально делаем. Визуально вижу, что все очень плотненько подогнано, просто хорошо. Вот сейчас я дома, который на продажу делается, то есть там вот это все дело видно, открыто. То есть нам пароизоляция обычно оставляется, вот в таком состоянии потолки делаются, и все это чисто хорошо можно видеть. А в доме, который эксплуатируется, уже там только можно тепловизором проверить. Сегодня у нас приемка жилого дома, выставленного в продажу. Ну, сразу проблемы с чердачным перекрытием. Видите, какие щели между утеплителем и лагами. Тепловизор показывает здесь промерзание. Весь периметр тоже промерзает. В кровле мы проверяем сами непосредственно стыки стропильных систем, стропильные ноги, узлы опирания, все узлы сопряжения, опорные конструкции, как закреплены. На этапе еще до того, как был каркас и не было зашивки, то есть мы все это дело посмотрели, все узлы сопряжения, все опорные пластины, соединения, саморезы, количество, качество. То есть все это мы проверяем. Дальше даем добро, соответственно, на зашивку устройства сплошного ковра из USB и дальше покрытия слоя. Так, вот здесь у нас есть дефекты. Получается сквозное отверстие, это в USB плите и в мембране гидрозащитной сплошной, то есть, видимо, здесь технологические отверстия были, прибиты были планки, по которым рабочие ходили. Ну, вот насквозь отверстие проделали. Да, вот одно отверстие я вижу, второе отверстие. Надо срочно и аккуратно все заклеивать, потому что через это место у нас потом будет протекать водичка. Тоже вот на этом скате у нас получается раз, два, три, четыре самореза насквозь пробиты. То есть они, скорее всего, тоже не знают, что там надо посмотреть, что там с той стороны сделано. То есть на гидроковре, наверное, на мембране что-то пределано. Тоже не должно быть, потому что это тоже будет в дальнейшем подкапывать. Ну, то есть резюмировать по кровле мы можем следующее. Каркас здесь сделан все классно, все прочно. Значит, утеплитель сделан хорошо, посмотрели. Но опять же, зимой только тепловизором можно будет проверить. Ну, я уверен, что тут даже тепловизором не надо проверить, потому что визуально отличие очень значительное от того, что я вижу практически каждый день, да, где у нас щели с палец или с кулак, там, это вообще тихий ужас. Да, то есть есть технологические моменты, которые, да, пропустили. То есть, ну, без этого никуда не обойдешься. То есть для этого и нужен техновзор, потому что все равно что-то есть. То есть глаз замылился во время стройки, пропускают люди. Ну, то есть это легко устраняется. Да, надо главное не пропустить это и устранить, чтобы потом весь этот результат был не похерен. Итак, друзья, мы осмотрели очень важные элементы, порядок вокруг дома и в доме, фундамент, стены, кровлю. Выявили определенные недочеты и что сейчас делать, как с этим жить, чем все завершается. То есть что по факту я, как заказчик, от тебя могу получить этот документ. Получаешь список выявленных дефектов и способы их устранения. Друзья, обязательно нанимайте техновзор, чтобы ваш дом был качественным, надежным, не развалился, не продувался, плесенью не покрывался. Я со своей стороны могу лишь рекомендовать Гирину Александра. Ссылочку оставлю. Всегда к нему обращаюсь. Это проект, это проверка домов. На этом все. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк, а в комментариях обязательно напишите свои истории про ваши дома. Всем пока. В следующий раз увидимся на приемке оконных конструкций, что очень важно для дома, потому что оконные конструкции это ваши глаза и ваше утекающее тепло через некачественные выполненные швы.